да при этом у нас есть сраная жар пицца которая работает лет 15 и делает 15 лет просто отвратительнейшая дерьмище какая-то пицца из непонятно каких продуктов старых там какой-то старой колбасы с майонезом там черт пойми а вот она не закрывается он постоянно да а запах там какой заходишь там такой аромат что блять лучше либо блевануть либо выйти сразу но при этом вот это говно работает 15 лет и не закрывается ремонт говно вообще интерьер херня туалет лично обосраны обоссаны блять его не из него такая что лучше вообще не подходить вот это будет работать а какая мия пицца которая замечательная прекрасно полгодика поработала закрылась и так совсем вообще в тагиле это ужас какой-то и столько случаев было было там какая-то радуга пицца поработала закрылась потом в этом у нас есть этот самый кинотеатр россия который сейчас со времен советских времен но сейчас эту россию где-то лет пять или семь назад полностью переконструировали там кинозалов добавили новых тому 3d стала там этажей расширили в общем сделали такой типа торговый центр из этой россии в этой россии сколько этих пиццерии открывалась сколько всякой херни там отрыли все закрываются в чертой мать это ужас какой-то вообще а 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 Доброго дня, друзья! Очередная попытка начать нормальный пятничный стрим. Субтитры создавал DimaTorzok Так, последние донаты, я их повторю. Субтитры создавал DimaTorzok С этого момента будет на канале жесточайшая модерация. Жесточайшая модерация по поводу донатов. Доигрались, блядь. Доигрались. Не закрывала. Смотрите. Это пока что показал вот так вкратце. Как думаете, какой это аппарат? Это просто пушка, блядь. Смотрите. Божечки-то мой. А этот аппаратик огромный. Это просто сумасшедшая машина. Это сумасшедшая. Это надо же, блин, какая сумасшедшая машина, а? В этом году в Москву, не знаю, не знаю, поеду, не поеду, посмотри. Ну и что это? Это Sharp. Это просто Sharp, понимаете? Это Sharp. Как вам такой аппарат? Как видите, он мультирегионный. Мультиформатный. Здесь все форматы. Secam, Mi Secam, PAL, NTSC. Вот такой он. Тут крышечка эта открывается. Оп. Смотрите. А? Сколько у него тумблерочек и регулировочек. Нормалек? Привет, дует звук. Привет, брата. Нормалек магнитофон. Всем привет, кто пришел, кого не увидел. То люди постоянно приходят. Я могу кого-то не заметить. Не обижайтесь. Как видите, крышка у него, кассета-приемник прозрачная. Видели когда-нибудь с прозрачной крышкой магнитофон? А они были. Такой же был в детстве. Ну что, давайте запустим его. Нет, давайте его разберем. Так. Ну, мощный какой год. Какой год, блин. Вот тут он. 23 ватта. Made in Japan. Как видите, японская сборочка у него. Тогда еще в Японии все сами производили. Не в Китае. Единственное, он не стерео. Вот. Был бы он стерео, было бы вообще круто. Но он не стерео. МОНО. Короче, вот за такой аппарат, в свое время, квартиру бы отдали бы. Это 100%, я вам говорю. За него квартиру бы отдали. В свое время. Когда он там вышел, квартира бы только так в путь отдали бы. Как модель называется? Сейчас скажу, как модель называется. Е-мое. Модель тут VC790ET. Сейчас на камеру покажу. Вот, если захотите такой же купить, то можете посмотреть. Вот так он называется. Редкая вещь. Ну, потому что он мультиформатный. Все форматы читает. То есть, и американские кассеты. И европейские. И советские. Ох, нихрена себе. У него головка желтого цвета. Вот такого цвета головки я даже и не видал. Ну, он старенький довольно, потому что здесь лентопротяг весь на пасеках. Ну, и степень интеграции не такая высокая, как в современных. Я покажу. Смотрите, башка какая желтая у него. Видели когда-нибудь? Барабан желтого цвета. А здесь барабан из желтого металла. Как вам такое? Вот эти вот резинки у него. Терморезинки. Для отвода тепла от микросхем. Ну, тут получается вот две здоровые микросхемы. Здесь поменьше одна. Но вот эту плату, я не знаю, стоит ли ее откручивать. В принципе, смысла не вижу ее откручивать. По поводу смазки. Так-то можно было бы смазать его малость. Но у меня сейчас нету. Графитовой смазкой смазывать я не хочу. Направляющие тут еще пластиком сделаны. То есть здесь направляйки ходят по пластику. Вот эти вот штуки, они пластиковые. Видно для большего скольжения. Басики вроде целые. Не рассохшиеся. Башка на вид тоже нормальная. Вот этого магнитофона. Ну, часики тут заработали. Включаем. Ох, засветился. Смотри-ка. У него и мультисегментный ЖК дисплейчик охренительный. Написано авто и пал. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. Так, вот так выглядит сам дисплейчик. Вот NTSC358, пал и авто. Когда на авто включаешь, он автопал. Еще и миссикам есть. Но миссикам, когда... Вот, миссикам. А, вот этот рычажок, видите, он дерн. Видно это. Сильнее надо нажать. Вот так раз. Фик. Фик. Чик. Секам. Авто. Куча запись. С-плэйчик или там кто-то какую-нибудь какую-то. Ну-ка. Ну, ё-моё. Не хочет он ее принимать. Нихрена. Давай. А, зараза, ты. Вообще не хочется валяться кассетку. Жалко, жалко. Сука. Не, он почти вставил. Ебанико в рот, а. Этот пасек, мне кажется, вот он. Нет, его еще хрен поменяешь. Вот такая система, блин. Не, ну можно вот сюда в сторону его увести. И заменить это все дело. Он подсохший, конечно, такой довольно. Может быть и из-за него, пускай. Тя хрен его знает. Вроде бы он. Так вот его крутишь. Ну, может он вот, когда под нагрузку, он начинает проскальзывать и из-за этого. Вот мы берем, вставляем. Кто у нас механик по виде компа? Есть в чате такие? Вот две эти. То есть они крутятся. Вот смотрите. Вот я вставляю. Кстати, да. Может быть, действительно из-за фотодиода, блин. Обычно, что крышка не надета, это было очень маловероятно. Вот этот вот механизм вот с этими двумя пасеками меня смущает. Вот если их заменить, вот этот вот, у меня где-то лежат пасеки вот такие. Так, лучше, конечно, отключить, а то там конденсат из этой херни может вылетать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. достаточно вот эта херня она не казенная может для кого-то это не деньги для для меня это ебучачьи деньги я каждый раз плачу когда покупаете баллоны потому что я каждый раз блять нахуй так расстраиваюсь что у меня блять минус 500 рублей ушел на этот очередной баллон с сжатым воздухом окончаются они знаете ли довольно быстро я не знакомлюсь игоря с женщинами в этих самых социальных сетях для знакомств и по мамбе нет не интересно за сколько демон солдин 5 500 он сумму но иногда этих дисков нету есть и на старт елки мотал и вот это жестко дергая ручьян камень спасибо явлением смотреть на это спасибо 2 надо пройти на реализме обязательные мгсв надо да пройти в шляпе петухах меня вот он звери ним дядя ле дядя лео я мое почтение спасибо дядя лео мгс точно нет точно нет я больше никогда в жизни извини дядя лео новое мгс и боди дури 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 и